Следственный комитет проверяет информацию о насилии в доме престарелых в Большекулачинском доме-интернате после эфира на одном из федеральных каналов. В областном геронтологическом центре живут не самые благополучные старики, бывшие заключенные, люди без определенного места жительства и те, кто не ужился в других интернатах. В телепередаче заявили, что пожилых постояльцев сотрудники Билини выпускали на улицу. Светлана Еловнарова продолжит. Ухоженная территория, засеянная цветами, обновленные корпуса с пластиковыми окнами, приветливый персонал. На первый взгляд Большекулачинский дом-интернат – идеальное место для тех, кому в одиночестве приходится встречать старость. Однако в СМИ поступила информация, мол, в стенах заведения надподопечные просто издеваются, постояльцы содержатся в нечеловеческих условиях, а недавно один из них просто пропал. Потолок весь обшарпанный, ремонта не было давно, все протекает, все трубы. Эту информацию подтверждают и жители близлежащих домов, с которыми нам удалось поговорить. Плохо относятся к ним, потому что очень плохо. А почему, что там? Ну, столовые там их обижают. У них там новый корпус открылся, новый-то там прям хорошенький, а вот старый который. Ремонтировать надо его. Сами постояльцы интерната рассказывать на камеру о жизни за этой белой стеной отказываются. Они боятся, что после публичных речей кормить начнут просроченными продуктами, отбирать пропуск или даже избивать. Ужас. Что пройти? Бутылка водки. Либо 150. Вот это охрана была, как гарантия. Не будут выпускать, да? До свидания. Чтобы получить документальное подтверждение их слов, мы попытались попасть на территорию интерната, но на пороге тут же появились люди в черном. Здравствуйте. Здравствуйте. Сказал, не пускать. Ты кого? У вас. Да? А кто сказал? Ветом. В четверг с самого утра в Геронтоцентре проводят проверку сотрудники Следственного комитета. В ходе данной проверки сведения о безвесном исчезновении опекаемого данного интерната будет проверено. Также будет дана оценка работникам дома интерната. Минтруд комментировать данный инцидент пока отказался. Хотя еще летом провели для представителей СМИ целую экскурсию. Однако даже тогда журналистов пускали далеко не во все корпуса. Светлана Еловнарова и Виталий Двораковский. Новости здесь. Омск.